Здравствуйте! Время новостей. О самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Ямал ждет жилищный прорыв. На заседании правительства губернатор округа анонсировал грядущие изменения условий жилищных программ. За лето нужно успеть многое. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовят город к зиме. Класс на колесах. В «Газпромнефт-Ноябрь» с «Нефтегаз» появилась мобильная аудитория для обучения техники безопасности. Сразу несколько важных для жителей Ямала новшеств в сфере улучшения жилищных условий поручил проработать членом правительства глава региона Дмитрий Артюхов. Семьи, исключенные из очереди программы «Молодая семья» по причине достижения 36 лет смогут получить поддержку из бюджета. За пять лет из программы поддержки по этой причине выбыли 388 ямальских семей. Дмитрий Артюхов считает такую ситуацию несправедливой. У нас наши основные проекты запущены, о которых мы говорили в последние годы. Это Ямал-СПГ, это Баваненковское месторождение. У нас из-за этого подросли наши доходы, наши возможности. Поэтому те недоработки, которые мы, к сожалению, не успевали, в силу множества задач, которые стояли перед правительством, мы сегодня с вами должны исправить. Поэтому прошу Департамент строительства в кратчайшие сроки эту программу разработать и провести работу со всеми нашими жителями, которые претендовали на эту помощь, но, к сожалению, она не была им оказана, чтобы с ними мы индивидуально отработали и вернули их права, дали им возможность воспользоваться поддержкой, как молодая семья. Один из частых вопросов, с которым к голове региона обращаются многодетные семьи – долгое ожидание выделения земельных участков. С 2017 года малоимущие семьи в округе могут воспользоваться социальной выплатой на покупку жилья взамен предоставления участка. Предложение Дмитрия Артюхова – расширить действия этой меры без привязки к материальному положению семьи, на очередь многодетных, сформированную в округе до 1 января 2016 года. Отдельная очередь появится и в региональной программе переселения на юг Тюменской области. На рассмотрение правительства вынесли вопрос о дополнительном финансировании программы сотрудничества и первоочередном включении в нее почти 900 семей. Мы с вами вводим новую программу по сотрудничеству для первоочередного расселения по программе сотрудничества наших ямальцев, которые проживают в аварийном фонде. Это будет ускоренная программа. Мы в целом будем увеличивать возможность этой программы, но для этой категории это должна быть наша задача номер один. Треть деревянного жилья в округе признана аварийным. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» округ расселит 256 тысяч квадратных метров, признанного таковым до 1 января 2017 года. Позиция губернатора удвоит существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Главное, что мы должны, во-первых, конечно, исполнить угас президента, но мы с вами ставим задачу удвоить этот результат. Учитывая то количество накопленного аварийного фонда, мы должны не только выполнять то, что мы должны делать, но мы должны больше этого делать, больше сносить, больше людей расселить. Поэтому просьба вот эту программу удвоенную в ближайшее время также уже положить на бумагу свою оперативную премию и приступить к реализации. В Муравленко определяются претенденты на место депутата городской думы по 10-му избирательному округу. Документы по выдвижению кандидатов принимают в территориальном избиркоме до 11 июля. На сегодняшний день список кандидатов поступил только от местного отделения партии «Единая Россия». Единороссов на довыборах депутата городской думы представит Елена Климович. Сама процедура немного изменилась, то есть избирательные объединения выдвигающих кандидатов должны будут их выдвинуть в порядке списков, назначить у полномочного представителя избирательного объединения, который будет заверять эти списки кандидатов в территориальной избирательной комиссии или же в комиссии организующей выборы. После того, как избирательная комиссия заверит данные списки, будет происходить уже непосредственно в выдвижении кандидатов. Кандидатов, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения, это изменение норм федерального законодательства не коснется. До выбора депутата пройдут в единый день голосования 8 сентября. В выборах примут участие жители микрорайона «Российский», голосующий на избирательном участке 410, расположенном в здании 4-й школы. Муравленковские коммунальщики приступили к производству масштабных работ по подготовке города к работе в осенне-зимний период. «Ямал Коммунэнерго» предстоит заменить 10 километров сетей. Управляющим компаниям подготовит жилой фонд. Подробности в следующем сюжете. За лето ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям предстоит провести масштабные работы по подготовке города к предстоящей зиме. Подлежит подготовке 6 котельных, 19 центральных тепловых пунктов, более 212 километров тепловых сетей, 96 километров водопроводных сетей, 82 километра канализационных сетей. Канализационные насосные станции, сети питающего котельных газопровода более 31 километра, электрические сети 452 километра. Весь комплекс работ ресурсники выполняют за счет финансов, производственных и инвестиционных программ без бюджетных средств. Общая стоимость затрат составляет почти 350 миллионов рублей. Сегодня подрядные организации занимаются перекладкой сетей на школьный. На следующей неделе движение по улице будет перекрыто. Выполняются у нас работы по замене сетей внутрипортальных на сегодняшний день. Это в микрорайоне Радужный, в микрорайоне Ямальский. У ТК-5.2 до ТК-5.8 выполняют работы подрядная организация. Выполняются работы в микрорайоне втором города от ТК-2.15А до зданий инкассации, до Муравленко-Медиа. Также запланирована перекладка сетей в районе перекрестка улиц Ленина и 70 лет Октября. На некоторое время закроют движение и по одной полосе на улице Нефтяников в районе Первой Котельной. Здесь также предстоит выполнить работы по перекладке сетей. В конце июля коммунальщики перекопают перекресток Муравленко 70 лет Октября в районе гипермаркета. Параллельно ведутся работы на объектах тепловодоснабжения и канализации. На сегодняшний день уже завершены текущие ремонты котловых агрегатов на центральной котельной практически в полном объеме. Кроме этого, у нас частично выполнены работы по замене насосного оборудования на 7-м ЦТП и на ЦТП больничного комплекса. Также выполнена замена тепловодменного оборудования как на 7-м ЦТП, так и на больничном комплексе. Соответственно, ожидаем поставку насосного оборудования оставшегося и работы будут продолжены. На сегодняшний день уже заменено 2 километра трубопроводов. Еще предстоит обновить 8 километров сетей. Ну и, конечно же, всех волнует вопрос, когда дадут горячую воду. Срок пока остается прежний – 1 июля. Подготовкой непосредственно жилого фонда занимаются управляющие компании. Это традиционные виды работ – утепление межпанельных швов, цоколи деревянных домов, кровельные работы и промывка внутридомовых сетей водоснабжения. Начиная с конца мая, начало июня мы эти работы начинаем делать. Ежегодно от полутора до двух, чуть больше двух километров межпанельных швов мы делаем. В этом году приблизительно такой же объем. Естественно, уже начато и в полном разгаре идет промывка тепловых сетей жилых домов. Процедура эта выполняется нами, но под контролем и наблюдением как управления жилищно-коммунального хозяйства, так и Ямалкоммунерго. Мы промываем, они приезжают, принимают, то есть и так практически каждый дом. Внутридомовые сети моются с помощью такого агрегата. В трубы под давлением подается воздушно-водяная смесь. Грязная вода стекает в канализацию до тех пор, пока не станет прозрачной. На промывку одного подъезда уходит порядка 40 минут. Те же виды работ сегодня выполняет и управляющая компания «Холдинг Городское хозяйство». Все работы по подготовке города к предстоящей зиме должны быть завершены 1 октября. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Город Муравленко в лидерах среди ямальских муниципалитетов по количеству участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С каждым годом количество обладателей знаков отличия растет. К примеру, на прошлой неделе более 60 человек были отмечены золотыми значками ГТО. А накануне еще 20 муравленковцев, рассказывает Татьяна Козырь. В этот раз ребята оставили спортивную форму дома и оделись празднично. Сегодня они виновники торжества. В их адрес звучат самые теплые слова поздравлений. Не теряйте ни единой минуты, становитесь лучше, развивайте себя, помогайте развиваться своим родителям. Теперь вы даете им пример, как нужно достигать целей в жизни. И я уверен, что теперь они за вами подтянутся к работе, к самосовершенствованию, к спортивным занятиям. Благо, для этого абсолютно все условия созданы. В семье, где родители ведут здоровый образ жизни, дети также растут здоровыми. Семья Тютюнник – яркий тому пример. Сразу три золотых знака отличия за выполнение нормативов ГТО получили мама, папа и сын. Примите, пожалуйста, предоставление, примите за вас позначок и мы благодарны всей вашей замечательной семье с такими успехами в ГТО, в подготовке и в воспитании подрастающего поколения. Несмотря на юный возраст, ребята уже хорошо понимают, зачем нужно заниматься спортом и как это им пригодится в жизни. Это повышает здоровье, то есть я становлюсь более развитой, более подвижной и также потом приятно все это получать. Все виновники торжества – активные любители спорта. Константин Смирнов – смелый снегоходчик и пловец. Уверен, физическая культура закаляет не только тело, но и характер. Чтобы здоровье укрепить и в жизни все было более легче получалось. Полина Красавская занимается художественной гимнастикой. Для нее примером служит ее папа-хоккеист и брат-футболист. Да, она и сама мечтает о спортивной карьере. Потому что моя мечта стать тренером по художественной гимнастике. Виктория Белоус занимается лыжными гонками. С заданиями всероссийского комплекса «Норм ГТО» справилась без труда. Говорить сложнее оказалось преодолеть волнение сейчас на церемонии награждения. Это для меня радостно. Это будет первый значок. Присоединиться ко всероссийскому комплексу «Норм ГТО» может любой житель города, независимо от возраста. Главное – желание. А как зарегистрироваться и какие сдавать нормативы, можно найти на сайте ГТО. Татьяна Козырь, Петр Хаджаев, Новости Муравленко. Юбилейными медалями отмечены участники боевых действий, которые проживают в нашем городе. Встреча прошла в пятой школе. Юбилейные медали ветеран боевых действий получили 30 муравленковских воинов-интернационалистов. Их вручил руководитель окружной ассоциации ветеранов боевых действий Александр Уколов. Очень важен тот факт, что они их помнят, о них знают, и об этом нужно говорить. Люди, которые выполнили приказ, выполнили свой долг, что они не остались забытыми дома. Главная задача этой общественной организации – объединить воинов-интернационалистов, проживающих на Ямале. Только в Муравленко на сегодняшний день насчитывается более 300 участников боевых действий. Памятные медали получит каждый из них. Нынешнюю встречу приурочили к 30-летию завершения спецоперации советских войск в Афганистане, 25-летию начала военного конфликта на Северном Кавказе и 10-й годовщине Дня ветеранов боевых действий. Его отметят 1 июля. Память о тех событиях, в которых принимали участие, память о тех людях, с которыми служили вместе в горячих точках. Ну и это пример, чтобы быть положительным примером для других. Я очень рад, что сегодня награждали участников боевых действий и чеченцев, и афганцев. Это большая честь для нас Муравленко. Желательно, чтобы как уколы у нас сегодня собрался, чтобы собрал пару чаще. Магазины и торговые центры Ямала, в том числе Муравленко, проверяют на безопасность. Крупным торговым объектам предъявляют повышенные требования. Это касается установки систем оповещения, тревожных кнопок и наличия охраны. В нашем городе паспорта безопасности до конца июля должны получить 10 крупных магазинов. Прежде чем выдать паспорт безопасности, комиссия обязана внимательно обследовать каждый объект, изучить всю необходимую документацию. Магазины инспектируют представители правоохранительных и контролирующих органов, инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники администрации города. Особое внимание сотрудникам уделяется на обеспеченность первичным срезованием пожаротушения, содержание путей эвакуации, работоспособности автоматического сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре. С начала года было проверено два объекта торговли. В ходе данных проверок нарушение выявлено на него. Все торговые предприятия города должны быть оснащены информационными стендами, системами видеонаблюдения, оповещения людей и управления эвакуацией. Ответственность за безопасность покупателей и персонала полностью возложена на собственника здания. Законодателем установлен порядок проведения категорирования и обследования объектов торговли. Поэтому основная ответственность лежит на собственнике этого объекта. И он определяет порядок прохождения, когда он будет проводить, собирать комиссию. Каждую торговую точку обязательно осматривают на соответствие требованиям и представителей Росгвардии. Специалисты этой службы проверяют работу тревожных кнопок и технических средств охраны. Обращаем внимание в первую очередь на инженерно-технические укрепленные здания и помещения. Наличие мертвых зон, через которые может осуществляться проникновение на объект. Смотрим чердаки, подвальные помещения. Уровень антитеррористической защищенности магазинов определяется в зависимости от их категории. Всего установлено три и требования к ним различны. Мы внимательно относимся к нашим покупателям. Все необходимые меры в области антитеррористической безопасности у нас соблюдаются. До конца июля в Муравленко паспорта безопасности должны получить 10 торговых объектов. Три из них уже прошли проверку и вскоре получат документы соответствия. Инна Борисова, Антон Иванов, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. В «Газпромнефть-Ноябрь» с «Нефтегази» реализуется новый инвестиционный проект – мобильный учебный класс. В рамках проекта приобретен единственный в компании учебный класс на колесах. Подробности у Зульфии Фарвазовой. Обыкновенные вещи, но при необычных условиях, которые мы не увидели, недооценили, как раз таки и приводят к несчастным случаям. На кустовой площадке номер 80 Сутарминского месторождения прошло выездное обучение. Слушателями стали работники буровой компании «Кейсиа» «Дойтак Раша», ведущей эксплуатационное бурение скважин. Это единственный во всей компании «Газпромнефть» мобильный класс. Основная цель пилотного инвестиционного проекта – повышение культуры безопасности среди сотрудников подрядных организаций. Данный автомобиль покупался с целью обучения наших партнеров, которые оказывают нам услуги на наших объектах, правилам, стандартов, компаний, требований в области производственной безопасности. Мобильный класс оборудован на базе автомобиля «КамАЗ» с высокой проходимостью, что позволяет добраться на нем до самых отдаленных объектов. Занятия могут проводиться в любое время года – зимой и летом. Класс оборудован автономной системой обогрева и кондиционирования. Внутри 10 компьютерных учебных мест. Кроме основных правил и стандартов безопасности, компания «Газпромнефть» в мобильном учебном классе проводится стоп-часы с работниками подрядных организаций. На некоторых разбираются причины происшествий и несчастных случаев на производстве. Мы приводим какие-то личные примеры из своей практики, да, либо рассказываем нашим коллегам о каких-то случаях, которые приходят нам в информационных письмах и молниях. Для того, чтобы люди понимали, у нас было единое информационное поле, и мы могли бы общаться в одном ключе. В мобильном классе пока работают тренеры из числа сотрудников службы производственной безопасности по взаимодействию с подрядными организациями «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». Они прошли специальную переподготовку. В дальнейшем планируется привлекать профессиональных тренеров. Я считаю, что приобретение данного комплекса – это такая серьезная инвестиция в безопасность, которая всем нам, как и подрядчикам компании, так и саму заказчику вернется улучшением культуры безопасности. Сотрудники подрядных организаций смогут проходить в мобильном классе тестирование по стандартам компании без отрыва от производства работ. Это намного удобнее, чем выезжать для этого в город. Если такой мобильный класс все-таки есть и будем здесь проходить обучение без выезда, это сэкономит наше время на отдых, будет лучше намного. В компании «Газпромнефть» уделяется серьезное внимание культуре производственной безопасности, разработанной стандарты и правила поведения на опасных производственных объектах. Работа ведется не только с сотрудниками компании, но и с работниками подрядных организаций. Зульфея Фарвазова, Ольга Черная, Веслав Дроботов. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Оперативная информация доступна на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова